Добрый день, дорогие мои! Одной из главных проблем на огороде являются птицы. Птицы. От них спасения нет. Только созреет урожай, а у нас есть на кустах ягоды, это ёшта, это облепиха, ирга. У нас есть на грядках ягоды, это клубника, земляника. И тут как? Тут птицы. У нас вам поселилась огромная стая дроздов, которая даже выгнала воронов. Ворон выгнала. Живет, я не знаю, когда они вместе однажды взлетают, штук сто, наверное. Всю весну они здесь ходят, собирают червячков, собирают жучков, и это, в общем-то, неплохо. Но заметили, что они уже садятся на зелёные ягоды, и точно как ягоды станут красные, мы замучаемся с ними соревноваться, кто быстрее. Как правило, мы проигрываем эту игру, потому что нам кажется, вот-вот завтра будут хорошие ягоды. Мы смотрим на них, не берём их вечером, а утром проснётся, уже никаких ягод нет, уже налетели птички и всё сожрали. Так что вот эту проблему птиц все решают по-разному. Я знаю, что некоторые пугало ставят и ставят такие таблички с нарисованными глазами якобы диких хищников. Я тоже ставил, я тоже рисовал. Ничего не могу сказать, помогает, не помогает. Честно, ничего не могу сказать. Вот эта сова, которую мы приобрели достаточно давно, уже года три, наверное, ей, она не помогает, по-моему, вообще никак. Она кричит, но они люди хитрые, эти птицы, они несколько раз её послушав, понимают, что кроме крика от неё никаких проблем нет, и поэтому не боятся. По крайней мере, я в прошлом году ставил и у кустиков ягод, и никак их не спас. Сова кричит, а они там запросто охотятся, запросто всё подбирают. Есть один способ, который я тоже немножечко опробовал, и мне показалось, что маленько действует. Вот я хочу его расширить, потому что увидел, как немножечко его усовершенствовать. Сейчас я вам покажу, как это я делаю. А уж вы сами потом поймёте, делать это или нет, или я вам на опыте покажу. Матушка, забыл, как вот этот чёрный-то у нас называется ягоды. Жимолость, жимолость. Сейчас первая, первая созреет жимолость. Я вот около неё в прошлом году ставил эту сову. Нет. Что успели, то собрали, что сожрали, то, в общем, досталась птичка. Но один из действенных, на мой взгляд, средств, это вот такая блестящая лента. Интересно получилось, что я её вешал на иргу, и на ирге она висит, и где нет ленты, там съедают. А около ленты, ну, таком, на расстоянии, так, сантиметров 50-60, вроде как и не съели. То есть такие вот остались колочки. Но ведь на всю иргу ленту не повесишь, поэтому я вот сейчас решил пойти другим путём. Сделать, я просто увидел, сделать вот такой... А, сейчас я выключу. Она кричит, кричит, да. Сделать такое небольшое пугало и посмотрим, как оно будет действовать. Сейчас я ленточку освобожу. Здесь она у меня где-то была таким пучком привязана. где-то стоялась. Но если просто пучком завязываешь, она... То есть она вся скручивается. Поэтому я сейчас вот так возьму, такой сделал крестик и навяжу на него этих ленточек. Вот так. Вот в таком порядке. Вот так наряжу. Они должны под ветром дёргаться. Я поставил похожий вот там на грядку с клубникой. Думаю, что может быть там поработает. А эту сейчас поставлю как раз к жимолости. Но надо сначала привязать мне несколько. Хотя бы по три штучки на сторону. Чтобы было такое широкое. А вы чем боретесь от птиц? Я видел, что борются, например, с звуковыми отпугивателями. Ультразвуком. У Шмелёвой Татьяны в родниках такой ультразвук. Но вы знаете, я постоял около него. Мне прямо самому не очень всё это понравилось. Такой писк неприятный. поэтому с одной стороны может быть он и сохранит этих ягод. Но самому непонятно, чем этот писк отразится в твоей голове и в твоём здоровье. Всё-таки ультразвук, ультразвук. Не знаем, что ультразвуком людей с ума сводят. Так. Ветхая немножко эта. Она уже года три, наверное, этой ленточки уже вот стала ветхая. Немножко. Но, тем не менее, пусть попробует повисит. Вы чем боретесь? Вот у меня вопрос к вам с этими птицами. Работают ли пугало по-старому? Мне что-то не кажется, что они могут сейчас работать, потому что птица-то вот идёшь мимо неё. Она сидит и не больно-то улетает. Привыкла она к нам. Поэтому какого она пугала может испугаться? Не знаю. её. Так, осталось две ленточки привязать. Мы пойдём поставим. Так. Ну и последнюю ленточку завязываю. А пусть будет длинненькая. Всё. Вот получилось у меня такое блестящее пугало. Матушка, не снимешь, не возьмёшь камеру? Поставь. Меня не увидишь. Всё, пойдём мы ставить его около ёшты. Ой. Жимолости. Жимолости. Вот. А жимолость уже очернеет. Посмотри-ка. Уже такая синенькая. Да? Всё. День двой, будет готова к потреблению. Поэтому начинаем её защищать. О! Да! Защитишь. А где у тебя вот это? Далеко. Далеко, да? стоит этот. Ну, я принесу. Ну, тут заканчивается электричество. Надо быстро приносить. Ну, чтобы воткнуть в нашу землю просто так это не получится. И как ни странно, вот тот я вам показывал бур, который для зонтика очень может нам пригодиться и в этом деле. Глядите, я его завернул и выкопал дырку, в которую мы сможем теперь ставить. сейчас еще поглубже сделаю. Вот на какую глубину. Там точно песок и глина. Ох, как закручивается. Да. Если раскрутить, раскрутить. Ого. Так, вот так. Ну, я думаю, теперь хватит от этой дырки. Воткнем и маленечко прикопаем. Вот так. Что, как вы думаете, будет работать? Она ответила. Она ответила, что она будет работать. Вон, видите, у нас песок и глина на глубине 20 сантиметров. Ну, с Богом, как говорится. Так. поживем увидим. Все. Все.